Друзья, всем привет! Сегодня мой репортаж будет для вас с качельки, потому что тяжело мне далеко ходить гулять. Я решила записать для вас это видео на свежем воздухе. Сегодня тема будет моего рассказа, откуда взять деньги на операцию. Вот сидит пенсионерка и думает, где мне взять деньги на операцию? Еле выживаю на пенсию. Откуда они у меня свалятся? Как мне сделать операцию? Как работает закон Вселенной? Любой. Сначала мы приготовили борщ, сварили его, потом мы его едим. Сначала мы купили билеты, а потом мы полетели в путешествие. Сначала мы пошли к врачу, и врач сказал нам, что нам необходимо делать операцию. Это начало действия. Следующее, что требует от нас Вселенная, она требует от нас какого-то усилия. Значит, и вот сидит такая вот пенсионерка и думает, была у врача, сказала мне, врач, надо и то, и то удалять, иначе будут проблемы. Какие проблемы? С возрастом, опущение, выпадение, все это будет усугубляться, будет недержание и, в общем, куча всяких сопутствующих проблем. Плюс органы, которые отработали, они часто бывают. Там и миомы, и фибромиомы, разный растет эпителий. В общем-то, там тоже очень много проблем всяких. Ткань разрастается, и это тоже становится с возрастом опасным. Вот сидит такая женщина и думает, операцию-то надо делать, а за что ее делать? Не за что мне делать, я еле выживаю на пенсию, не буду я делать, и все. Вселенная ларчик захлопывает. Человек этот живет дальше, и с возрастом приходят к нему все те проблемы, или не приходят, которые должны были прийти. Так что вот этот вот блок, который сами мы себе ставим, он только усугубляет ситуацию. Но если человек сидит и думает, я была у врача, вот у меня такая проблема, надо мне ее решить. И начинает прилагать к этому какие-то действия, то Вселенная, она отвечает на эти действия. Вот смотрите, вот рука, да, вот рука. Значит, рука – это Бог, это Вселенная, это высший разум, а мы пальцы. Вот пока мы пальцами не посувелили, рука никакого отклика нам не дает. Но вот мы пошевелили, пальцы пошевелились. Такая женщина-пенсионерка сидит и думает, надо, наверное, взять, пойти устроиться на какую-то работенку небольшую, например, убирать в аптеке, да, и эти денежки там за пару месяцев собрать, и хватит на операцию, да. Значит, еще есть какие варианты. Можно сообщить семье, своим родственникам о том, что такая операция необходима. Я не советую вам требовать деньги или ставить вопрос ребром. Если родственники действительно могут помочь, и вы у них заслужили эту помощь, они сами вам охотно помогут. Но не у всех есть такая возможность родственников, особенно у нас в Украине, когда сейчас идет война. Да и в тех странах, в которых нет войны, есть много бедных людей, которые живут, выживают на какие-то минимальные деньги. Значит, ну, если вы сообщаете родственникам о своей проблеме, вы тоже пошевелили пальцами. Следующее, что можно сделать. Сидит такая женщина и думает, вот есть у меня приятельница, она побогаче меня, я знаю, что у нее деньги есть, и у меня с ней хорошие отношения, мы дружим много лет. И если я спрошу у нее, может ли она мне судить такую-то сумму на какой-то срок, то, возможно, она это и сделает. Значит, вот люди обращаются к своим знакомым, к своим дальним родственникам, обращаются с такой проблемой, да. Еще сидит женщина и думает, ну, вот у меня есть кое-что, что я могу продать. Значит, в каждом доме, у каждой пенсионерки есть куча хлама, куча хлама. Есть какие-то сервизы, есть какие-то ложки, ложки, вилки. Рассмотрите свои вещи, которыми вы обладаете. Ведь ничего нет дороже здоровья. Если вы потеряете здоровье, ваши вилки и ложки, они, ну, перейдут они к родственникам. Во-первых, все это морально устаревает, сейчас все новое, молодежь не хочет с этим связываться. Это вы сидите, это вы дорожите своими торшерами, люстрами, ложками, плошками. Молодежи такого нету, они хотят новое, современное. Поэтому зря вы сидите на всем этом и думаете, что вот я умру, облагорожу, отдам своей племяннице сервиз, дочке отдам диван, все будут счастливы. Наоборот, я не буду знать еще, куда это все выпихать. Но на сайте OLX вы можете выставить эти вещи и получить за них кое-какие деньги. Главное поднять задницу со стула, иначе что-то делать. Еще, значит, даже у самой бедной пенсионерки всегда есть какая-то заначка. Люди обычно как говорят, вот я на черный день собираю там на похороны и так далее. Но я еще не видела ни одного человека, которого бы не похоронили. Поэтому вместо того, чтобы хранить эти деньги на тот случай, когда они понадобятся, то лучше их использовать на свое здоровье. Потому что если вы станете нетрудоспособны или неработоспособны, или вы не сможете за собой ухаживать, если у вас, пардон, будет постоянно мокро в трусах, и от вас будет запах, то от этого не будет лучше ни вам, ни вашим родственникам. Поэтому деньги всегда найдутся тогда, когда вы начнете для этого что-то предпринимать. Если вы начнете давать такой посыл, думать об этом, искать возможности, то Вселенная обязательно откликнется. Рука даст вам ответ, и вы получите деньги даже сами, откуда вы не ждали. Главное для этого не сидеть, не думать, что все, значит, мне там 50, 60, 70 лет. Кстати, я хочу вам сказать об этом, 50, 60, 70 лет. Значит, когда проблема такая, назревает 50 лет, то женщина полна сил. Значит, гормоны ей уже эти не нужны. И если врач советует, что лучше органы удалить, то лучше это делать в раннем возрасте. Ну как в раннем? Ну не тогда, когда у вас нет климакса. Когда прошел климакс, органы отработали свое дело, они не вырабатывают уже нужных гормонов, то ничего страшного не случится, если вы их удалите. Но опять-таки, это не то, что я хочу, не хочу. Вы идете к врачу, к хирургу, и врач вам говорит, это надо сделать, это опасно, или это будет иметь какие-то нежелательные последствия. В больнице, в которой я лежала, например, я знаю случаи, когда был консилиум у профессорши, и профессор уже по назначениям хирурга отменяла операцию, хотя хирург ее назначал. Она говорила, нет, здесь мы сделаем терапию, человек пролечится 2 месяца. Если терапия не поможет, вот тогда будем думать об операции. Отправлял человека домой. Так что вы не думайте, что все прям там хотят так вас порезать и сделать вам хуже. Значит, как можно сократить расходы на операцию? Значит, расходы довольно-таки большие, потому что у меня, например, была сложная операция, было 2 операции. Значит, мне деньги дали дети. Но я сейчас не хвастаюсь перед вами. Мои дети не гребут деньги лопатой. Они тяжело работают, у них денег у самих не хватает. Они просто оторвали от себя, от своих семей, и отдали мне то, что они могли использовать сами. Я не могу не принять эти деньги, потому что я вижу, что это искренне. Они хотят мне помочь, они хотят, чтобы я сделала операцию, была здорова. Эта операция – это инвестиции моих детей в мое здоровье. Это для них тоже немаловажно, потому что им в свое время не придется оказывать мне какой-то дополнительный уход. Я всеми путями пыталась сократить деньги, которые мне бы потребовались. Значит, как я их сокращала? Во-первых, я бесплатно, совершенно бесплатно прошла все анализы. Значит, когда у меня возникла такая проблема, и в один прекрасный день я поняла, что я ночью не могу сходить в туалет, то я быстренько зашевелилась. И сначала я обратилась к своему семейному врачу. Я попросила ее дать направление гинекологу и дать направление на те анализы, которые она может мне дать, бесплатные на операцию. И она мне все дала. Значит, потом я пошла к гинекологу, и к гинеколог мне назначила свои анализы. Там очень куча, много анализов. На ВИЧ, на СПИД, на всякие-всякие анализы. Она мне тоже дала направление, я тоже сдала все это абсолютно бесплатно. Но когда я была в больнице, я слышала, что многим женщинам советовали прямо при больнице сдать анализы за полторы тысячи гривен. Это примерно 40 долларов. И я знаю женщин, которые лежали со мной в больнице, которые платили эти деньги и сдавали анализы платно. Они мне объясняли это так, что у меня есть, я еще работаю, я решила пока я работаю сделать эту операцию, мне некогда стоять в очереди, мне некогда ждать анализов. Я пошла за один раз, все сдала, я заплатила за это деньги. У человека есть возможность, и он ее реализовал. Значит, у меня такой возможности 40 долларов взять просто неоткуда, половину своей пенсии, потратить на анализы, у меня такой возможности не было. Поэтому я хотела сэкономить, и я сделала не спеша все. Кстати, анализы нужно сдавать за 2 недели, не думайте, что срок годности их не уходит. Если анализы прошло со времени сдачи 2 недели, то вам придется сдавать их снова. Вот, поэтому я это знала, я не спеша сдала все анализы абсолютно бесплатно. И таким образом я сэкономила себе 40 долларов. Моя операция не стоила за облачных денег. Вы мне часто пишите, значит, некоторые, вернее, мне пишут в комментариях, почему вы не назовете цену операции. Потому что, во-первых, операции разные. Первый способ этой операции делается такими двумя методами. Живот разрезается, все удаляется оттуда, а внизу все подшивается. Либо вместо того, чтобы разрезать живот, делается 3 прокола. И лазерным методом при помощи луча удаляется матка, дальше все подшивается, кому это надо, кому не надо, не подшивается. Есть еще варианты наркоза. Наркоз может быть общим, как это было у меня. Когда разрезают живот, нет других вариантов, только общий наркоз. Если позволяет здоровье женщины, то делается спинальный наркоз. Это человеку делается укол позвоночника, делается вот такая местная анестезия. Значит, не вы решаете, какой наркоз вам делаете, какую операцию. Это все решает врач. И от того, что решил врач, и какая это будет операция, и не только от этого, а еще от того, сколько времени вы будете восстанавливаться, какая вам нужна будет терапия после операции, зависит цена этой операции. Поэтому назвать вам сумму, я вам сразу говорю, в Украине эта цена не заоблачная, она нормальная. Многие люди, которые живут в европейских странах, они бы просто рассмеялись, услышав эту цену. Но для нас, украинцев, при низкой пенсии, при низких доходах, это существенные деньги. Если бы мне дети не смогли, например, помочь, мне бы пришлось выкручиваться, применять все те методы, которые я вам только что описала. И потом, вот вы слушаете меня, многие сидят и фантазируют, что им надо делать то же самое, что мне. У вас совершенно другая ситуация. Пока вы не пойдете к врачу, и пока вы не поговорите, и, кстати, нужно идти не к одному врачу. Я ходила к двум хирургам, пока я определилась, какой врач именно мне подойдет. Значит, я читала отзывы. Всегда в больницах, всегда есть отзывы, вы можете их почитать и узнать. Врач, у которого оперировалась я, у него нет ни одного плохого отзыва. И я в свое время тоже напишу ему очень хороший отзыв, как и отзыв всей больницы. Кстати, не ленитесь это делать, потому что от наших отзывов зависит, во-первых, качество обслуживания. Люди читают эти отзывы в больницах, врачи читают, медсестры читают, и они улучшают свою работу. Если мы ничего не будем делать, у нас ничего не получится. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы жить хорошо. Поэтому даже то, что мы напишем отзыв, это уже, значит, наша благодарность вселенной за то, что все это случилось так, как нам надо было, и наша большая благодарность врачам и медсестрам, которые нас обслуживали. Так, думаю, что еще забыла вам сказать по поводу этого. Значит, ну, самое главное, мой посыл. Не сидите, не ждите, пока гром грянет, как у меня. Я видела там больницу женщин, которым за 70 лет. Они делали операции. Конечно, они уже находятся в конкретной зоне риска. Какая это зона риска? Ну, совсем не та, что мы думаем, вот я не проснусь. Там все просыпаются. Нет такого сейчас наркоза, чтобы там прям сердце остановилось и все. Ну, конечно, у людей бывают разные заболевания. И чем старше человек становится, тем у него хуже работают все органы, в том числе и сердце. Но это не значит, что надо опускать руки, думать, я вот сколько мне там, 73 года, значит, я еще, сколько я должна прожить, я и так промочаюсь, и так, и так. Значит, никто не знает, сколько он проживет и сколько ему отведено. Но качество жизни без операции может очень ухудшать, ухудшать самочувствие человека и может очень отражаться на его жизни. Лучше последующие годы прожить с толком, с расстановкой, путешествовать, получать радость от жизни, чем сидеть и ждать, пока гром грянет. И еще последнее. Если вы живете в Украине или в Израиле и думаете, вот у нас война, значит, какая операция, может быть, и так далее. Я так тоже, честно говоря, думала. Но со временем я поняла. Неизвестно, когда все это закончится. И думать надо не об этом, а о том, как правильно организовать свою жизнь. При любых условиях надо выживать и правильно все это организовать. Поэтому желаю вам не сидеть, смотреть мои видео, предпринимать какие-то действия и не думать, что у меня не получится, у меня нет денег, я их не соберу, у меня никогда их не будет. Все у вас получится, все это случится, если вы захотите это случить. Если вы пошевелите пальцами, рука обязательно вам откликнется. Ну а сейчас пока-пока, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok